Всем привет! Пиццилия Микки Маус в природе не встречается. Является селекционной разновидностью обычной пиццилии. Рыбка получила свое название из-за характерного узора на основании хвоста из одной крупной и двух маленьких черных точек, напоминающего символ мультипликационного героя Микки Мауса. Окраска тела может быть самой разнообразной от золотистого, оранжевого и красного цветов до голубых и зеленых оттенков. Содержание и уход. Простая в содержании выносливая рыбка. Станет хорошим выбором для начинающего аквариумиста. Пиццилия Микки Маус способна жить в различных условиях, в том числе в малых аквариумах. Оптимальный объем резервуара для четырех взрослых особей начинается от 50-60 литров. В оформлении рекомендуется использовать большое количество водных растений. В домашних любительских аквариумах на листьях, как правило, в том или ином количестве образуются водоросли, которые станут дополнительным источником пищи для этих рыбок. Предпочтительный гидрохимический состав воды имеет повышенные значения кислотности и жесткости. Допустимо содержание в солоноватой среде. Как и любая другая рыбка, пиццилия нуждается в чистой воде. Регулярное обслуживание аквариума и бесперебойная работа системы фильтрации позволят поддерживать качество воды на высоком уровне и не допускать накопления органических отходов. Кормление. Основой рациона питания могут стать сухие корма. Важные условия, в составе обязательно должны присутствовать растительные компоненты. Дополнить диету можно живыми или замороженными продуктами, такими как дафнии, мотыль, артемии, личинки, комара. Совместимость. Отличаются миролюбивым нравом, дружелюбны по отношению к другим видам. В качестве соседей подойдут все живородящие рыбки, а также те, кто может жить в слабощелочной среде. Чтобы снизить конкуренцию внутри вида, желательно поддерживать такой состав группы, где на одного самца будет приходиться по 2 и более самок. Разведение. Половой зрелости достигают к 4 месяцам. Самки рождают полностью сформировавшихся мальков. Кроме того, они обладают способностью длительное время хранить в себе семя самцов и тем самым давать потомство, только тогда, когда будут подходящие условия. Таким образом, нерест может происходить даже в отсутствии самцов. Инкубационный период длится около 30-40 дней. Один выводок насчитывает десятки мальков. Чтобы избежать хищничества со стороны взрослых рыб, молоть отсаживают от родителей во избежание хищничества. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok